Добрый день, друзья! С вами Лина Ибрагимова. И сегодня я хочу рассказать вам о мощнейшем продукте компании Marine Health. Продукт называется Застера. Компания Marine Health, я напомню, является распространителем, а не производителем продукции. Производитель продукции – это завод в Японии, который уже очень много-много-много лет занимается тем, чем он занимается. Компания Marine Health – это казахстанская компания, которая просто распространяет продукты. Это очень важно, потому что, когда производители Японии, мы все знаем, что это, во-первых, качество продукции, во-вторых, технологии. У нас, к сожалению, очень светлые головы, например, в стране. На Дальнем Востоке, в частности, в некоторых учреждениях, во многих учреждениях, что уж греха таить. Но, как нам всегда, не хватает денег на то, чтобы привести технологии в соответствие с мировыми стандартами, чтобы хотя бы получать продукт такого качества и такой эффективности, какой получают наши японские коллеги, скажем так. Я неспроста сейчас об этом говорю, но чуть позже. Итак, продукт Застера – это, в принципе, не уникальнейший продукт в компании. Это всего лишь трава-взморник. Говорю сразу, потому что я не люблю никаких недоговорок, излишних вот этих вот загуалированных и такой покупать у нас моментов нет. Трава-взморник. Она продается также в аптеках и есть еще в нескольких компаниях. Но, когда я села лично для себя и посчитала математику, если купить этот продукт в компании Застера, даже мы сейчас не берем японское качество, которое обуславливает намного больше эффективность продукции, ну, ибо люди бы и не покупали, если бы это было не так. Ну и, соответственно, например, аптечный препарат траву-взморник, то выходит, на самом деле, дешевле, если пробивать нормальным курсом так, как положено, чтобы достичь максимального эффекта. Поэтому не купитесь то, что пять пакетиков там стоят маленькие деньги, посчитайте, сколько вам пакетиков нужно на курс попить. Ну все, на этом презентация, скажем так, предварительная окончена, да, перейдем конкретно к сути. На самом деле эта трава просто уникальнейшая на Земле, и такого больше не было, и аналогов, в принципе, больше нет. Это именно трава. То есть многолетнее цветковое растение, которое какие-то там миллионы лет назад попало под воду морскую, и прекрасно там адаптировалось, без потери какого-либо своего образа жизни там или каких-то своих функций, продолжая делать то, что она делает, только под водой. Ну просто на логике подумайте, какой силой должно обладать, в принципе, это растение, чтобы так себя вести в совершенно иных условиях среды обитания. В принципе, исследование этого растения, и оно заинтересовало ученых еще с 1940-х годов, продолжались исследования, и главная ее функция – это очистка кишечника. Вот с этого места я хочу поподробнее и по детальнее. В принципе, мы все знаем, в любых фруктах, овощах, во многих продуктах есть пектины, то есть клетчатка. И очень изо всех углов мы слышим о том, что, конечно, кушайте клетчатку, очищайте свой кишечник. Только что нам не рассказывают все производители других БАДов и препаратов с клетчаткой и так далее. Ну, не рассказывают, естественно, по той причине, что обойти эту проблему они никак не могут. Проблема заключается в следующем, что когда мы смотрим на, как это называется по-научному, молекулярную структуру этого пектина, то мы видим, если простым языком, то, что все остальные пектины на земле выглядят как такие длинные плоские черви с липучками. Ну, вот это прям очень хорошее визуальное представление, я считаю, чтобы понять, как это работает. И, конечно, когда они проходят, мы там съедаем, они проходят по тонкому кишечнику, и на эти липучки налепляют все говно, что нам не нужно, да, каких-то мелких паразитов, шлаки, токсины, радионуклиды, соли тяжелых металлов, и все это выводят из тонкого кишечника. Только нам не говорят, что когда эти пектины со всем этим говном пребывают в толстый кишечник, и что если у человека не нормальный стул, а нормальный стул считается минимум один раз в день, а лучше два и три, то что происходит? Происходит обратное всасывание, то есть все это отлепляется и всасывается внутрь. Ну, какой эффект от этого чистки? Ну, для тонкого кишечника, конечно, есть, как бы. Для общего организма, да, я бы сказала, история так себе. И, в принципе, только пектинозостей имеет другую молекулярную структуру. Еще подглядела, забыла сказать, что наука признает, представляете, что до конца наш кишечник не изучен. То есть мы не знаем, у нас нет стопроцентной чистой картины, что есть в нашем кишечнике, как это все работает, и как это влияет на наш организм, представляете? Ну, такие вот умные человеки в космос полетели, кишечник не изучили. Ну, вот не знают они. Поэтому с точки зрения микробиологии там еще целый сундук с сокровищами, который мы можем открыть. Давайте еще просто подумаем мозгами, как говорится. Если мы до сих пор не знаем, как работает кишечник. И если кишечник – это то место, которое одно из главных ответственно за всасывание, в принципе, за допуск всего, что мы потребляем к нам внутрь, имеет ли смысл заниматься его очисткой и приведением его в такое состояние, когда он работает максимально эффективно для нас? Ну, по-моему, имеет. А вот теперь вернемся к пектину в застерии. Пектин в застерии называется застерин. Та-дам! И имеет совершенно другую молекулярную структуру. На самом деле он выглядит, как моток ниток шерстяных с внутренними ловушками внутри. И все, что хоть раз туда попало, ни под каким вообще соусом не может выйти. И ни при каких условиях не может выйти из этого пектина. То есть он спокойно проходит сквозь тонкий кишечник, делая все то же, что делают другие пектины, все забирая на себя. Приходит в толстый кишечник. И неважно, какой там стул у человека, как хорошо у него работает этот кишечник или что. Он проходит сквозь толстый кишечник, еще на себя что берет, что там есть, да? И выходит наружу. То есть происходит максимально эффективная, стопроцентная очистка кишечника. Понимаете? И такое не может предложить ни одно растение, ни один варь, ни один препарат, ни один химический препарат на земле. Все. Это прекрасно. Кстати, пектин застерий также является полисахаридом, то есть в его составе очень много видов сахаров, в том числе и сахар апиоза, который делает наш пектин застерий, плюс к этому, к его структуре, да, еще и абсолютно неустойчивым ко всем ферментам нашего ЖКТ. То есть не к желчи, не к желудочному соку, не к панкреатическому соку, там, не к ферментам кишечника и так далее. Поэтому эффективность пектина, мы не забываем, да, что мы же не сразу этот пектин взяли и в тонкий кишечник засунули, мы же его съели. Он же прошел по всему ЖКТ, так же, как и другие пектины, да? И они-то еще и подверглись деформации, скажем так. А этот пектин абсолютно в неизменной форме прошел спокойненько сквозь ЖКТ, дошел до места, где он должен работать, отработал на 100%, вывел все и вышел. Ну, по-моему, это прекрасно просто. Очистка кишечника, ну, первый шаг к оздоровлению при любом заболевании. Потому что, хотя бы потому, что при чистом кишечнике, очищенном и работающем, все, что мы съедаем до другого, дополнительного, будет всасываться на 100% и работать так, как оно задумано. А не так, что с научной точки зрения задумано работать так, а попадая к нам в организм и сталкиваясь со всеми условиями нашего организма, все это теряет эффективность. И в итоге мы получаем эффективность, там, условно, 10-20% от того, что, в принципе, могло бы работать на 100%. Или получаем результаты, или получаем их очень долго, да, и так далее, и так далее. Вот причина в том числе и в этом. И, ну, производители многих БАДов не любят об этом говорить. Почему? Потому что, ну, чем больше вы потребляете, тем больше они зарабатывают. Ну, это закон бизнеса, ничего в этом такого нет. Просто всегда нужно понимать, что мы в этом мире все взрослые люди, и каждый должен позаботиться о собственном здоровье в первую очередь сам. Это именно, кстати, явилось причиной, почему я создала YouTube-канал. Немножко отвлекусь, просто это очень лично. Чтобы как раз доносить людям эту информацию, потому что с возрастом я начала сталкиваться со многими состояниями здоровья и так далее, которые меня не устраивали. И изучать эту тему глубже, подробнее, потом, слава богу, я познакомилась с теми врачами, с кем я сейчас сотрудничаю, и получила просто кладезь информации и медицинского характера и так далее. И я хочу донести это людям, чтобы понимали, что, по крайней мере, есть место, да, это ваша ответственность, есть прослушать видео, понять и усвоить, но, по крайней мере, есть место, где вы можете взять эту информацию в структурированном, в переработанном виде, поданном в удобном формате для усвоения, я считаю. Вот это одна из миссий, почему я, в принципе, это делаю, кстати. Ну, да ладно. Какие проблемы еще решает этот продукт, помимо очистки кишечника? Это, кстати, застера, это и энтеросорбин, то есть то, что чистит наш кишечник, и гемосорбин, это то, что чистит нашу кровь. Поэтому все заболевания, связанные с кровью, это тоже, в первую очередь, мы начинаем с этого продукта. А если кто видел, кстати, да, кровь когда-то, я думаю, все в школе это делали под темнопольным микроскопом, вы помните, что там целая, она вообще не стерильна, вот, неграмма, и там у нас целый запарк живет, и бактерии, и грибы, и какие-то, в общем, все остальное, это просто ужасно. Так вот, застера, она еще и кровь чистит. Соответственно, все заболевания с кровью, ну, вот, по вам, шаг номер один к вашему здоровью, это застера. Также застера содержит полисахарид фукандак, а это биологически активное вещество, которое обладает противоопухолевой активностью. Поэтому все люди с этими проблемами, тоже первый шаг, это очищение застеры. Мощнейшее антипаразитарное средство, естественно. Раньше, кстати, могилу богатых людей покрывали этой травой, и в могиле не было никакого ни гниения, ни запаха, ни ничего абсолютно. И вы можете себе представить, насколько сильный и мощный должен быть состав, в принципе, у травы, чтобы она практически не горела. Ее практически невозможно сжечь. Совершенно уникальнейшая трава, которая, я считаю, недооценена просто в нашей жизни, и в нашем сельском хозяйстве в том числе. Если погуглить, я уже просто не буду рассказывать, и так далее. Ну, видимо, неспроста все это делается. Итак, мощнейшее антиаллергенное, противоязвенное, иммуномодулирующее действие. То есть, все товарищи с аутоиммунными процессами, пожалуйста, начинаем застеры. Переходим на каратэ. Это в другом видео, смотрите на канале. Разве защитное действие, естественно, потому что, да, из-за структуры пектина, которая все это выводит, заболевание кожных покровов. Опять-таки, ни одна еще показа компании не может похвастаться стабильными, огромными, мощными результатами, быстрыми результатами в этой сфере. Почему? Потому что начинать надо застеры и опоры двигательного аппарата. Там примерно первая причина этого одни. Все заболевания ЖКТ, естественно, и его инфраструктура. Печень, поджелудочный, почек, желудка, все, в том числе, все язвы, гастриты, гепатиты, ожирение, сахарный диабет. Все сюда. Нарко- и алкозависимые. Даже можно выводить с этим продуктом из белой горячки. То есть, настолько быстро идет моментальное практическое очищение. Ну, плюс продукт еще каратэн плюс, естественно. Служит как пребиотик и пробиотик. И пищеварительный фермент. А это нормализация вообще нашей микрофлоры и избавление от грибов. Например, кандидоз. Да, я уже в другом видео тоже об этом рассказывала. Это мучение для очень многих женщин. Дорогие женщины, если вы страдаете кандидой и любыми другими грибковами, пожалуйста, пропейте зостеру. Потом попейте другой из наших продуктов. Можете посмотреть видео. Это обзор четырех основных продуктов компании Marine Health я делала. Вы найдете там продукт для себя, который вас навсегда избавит от этой проблемы. Потому что все остальные лекарства, вады, препараты, они только глушат. Они не лечат. До следующего обострения. При падении иммунитета, да, в простудных заболеваниях. Мы все знаем, когда это выкрывают. Хотите навсегда избавиться? Пожалуйста. Шаг номер один за стеры. Шаг номер два – это тот другой препарат. Кардиомарин называется. Обязательно послушайте о нем в другом видео. Грибы, они еще такие интеллектуальные, что они способны так воздействовать на нервное окончание в нашем организме. Почему? Одна из причин, почему их сложно вывести. Что организм не перестает их видеть. То есть он даже не понимает, что внутри организма растет грибница. Понимаете? Поэтому за стеры, кардиомарин – это решение навсегда проблем кандидоза. Я вам это обещаю. А помимо того, я говорила, да, это пищеварительный фермент. То есть все проблемы с пищеварением тоже до свидания. Это вздутие, отрыжка, тяжесть после еды и так далее. При аутоиммунных заболеваниях – это первый шаг к вашему здоровью. Почему? Из-за полисахарида апиоза, которые в том числе растворяют опухоли. Не растворяют, а сдерживают ее развитие. Ну и способствуют, естественно, тому, что организм начинает с ней бороться. Также напомню всем, что человек – это еще и биоэлектрическая система. Наш внутренний заряд равен минус 170 микровольт. Все, что нам полезно, имеет отрицательный заряд. Все говно в нашем организме. Кого-то смущает слово говно, но я это использую исключительно как термин, который обобщает целый ряд, чтобы 500 раз это не повторять. А это радионуклиды, соли тяжелых металлов, патогены, грибы, микробы. Все это имеет положительный заряд. Все это Застера забирает, при этом не трогая ничего из того, что нам полезно. И выводит. Препарат, в принципе, рекомендуют пропивать один месяц, но можно совмещать недельку, прям чисто попить даже две. В зависимости от вашего состояния нужна, на самом деле, консультация. Поэтому звоните, пишите, читайте на сайте. Все контакты будут под этим видео. Обязательно посоветуем, что и как пить, как делать. И я объясню, почему самое главное. Потому что в моей команде также есть адектора, которые с радостью начали здесь работать. И с огромным энтузиазмом, естественно, безусловно, вас проконсультируют. Ну, при вашем решении, да, принимать эту продукцию, быть частью команды. И что еще хочу посоветовать при приеме Застеры. Берите, пожалуйста, хотя бы на месяц сахар, хотя бы на две недели. И белую луку, и сделай из нее. Почему-то просто вы еды не дадите грибам, как минимум. Для того, чтобы поменьше Застерии было работать, побыстрее наступил результат. Вот и все. Увеличьте максимальный эффект просто от продукта. Надеюсь, вам это видео было полезно. Лучшая благодарность – это лайк и комментарий под этим видео. С вами была Елена Прогимова. Всех люблю. Всем пока.